Здравствуйте! Об актуальных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Сегодня в выпуске. Жилье в селе. Новые возможности откроет приоритетная программа в следующем году. Другой университет. В Чебоксарах стартовал образовательный проект для молодежи. 200 лет шахазанской школе. Известные военные, ученые, педагоги, деятели науки и искусства. Выпускники старейшего образовательного учреждения республики. Реализацию важнейших для регионов стран и проектов сегодня обсуждали в Доме правительства. Среди приоритетных программ, стартующих в следующем году, сельская ипотека. Какие возможности открываются перед жителями республики, расскажет Дмитрий Ковалев. 3 миллиона рублей по минимальной ставке. Выдавать кредиты на таких условиях уже готовы два крупнейших банка. В республике ожидают ипотечный бум. Глава региона отметил, что в муниципалитетах в связи с этим особое внимание должно быть уделено проектам комплексной застройки. Мы практически 2800 гектаров земель сельхозназначения переводили в границы населенных комплексов. Наша задача в этих микрорайонах по тем переведенным земельным участкам, касаясь программы устойчивого развития сельских территорий, строить комплексно эти и осваивать эти микрорайоны. Вот это наша главная задача. И касаясь уже многодетных семей, достаточных земель тоже предоставлено. Сельская ипотека будет запущена с начала следующего года. Михаил Игнатьев поручил подготовить точные расчеты объемов строительства домов. Люди ждут годами, как бы построить дом или получить соответствующую квартиру. Но те, которые хотят жить на селе, вот таких льготных условий никогда не было. Еще одна тема – развитие первичного звена здравоохранения. По итогам заседания Госсовета страны перед властями регионов обозначены новые задачи. Для субъектов в федеральном бюджете заложат более 500 миллиардов рублей. И то, что мы говорили и брали на себя обязательства по капитальным ремонту, это даже лучше сейчас пойдет. Но здесь организаторская работа со стороны Минздрава должна быть на максимально высочайшем уровне. Развитие регионов обсуждали и на расширенном заседании правительственной комиссии в Москве. Ключевая тема – бюджетные дотации. Что был озвучен со стороны, соответственно, и Министерства финансов, и со стороны Министерства экономического развития. До 5 декабря по объектам, по всем своим средствам, которые имеются, мы должны представить документацию в полном объеме. С экспертизой, ну и соответственно, с титульными списками. И еще одна поступившая из федерального центра новость. Регионам выделят многомиллионные суммы на ремонт мостов. Республика также направила заявку в адрес Росавтодора. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика. Чебоксары признаны лучшим крупным городом в Приволжском федеральном округе. Оценку качества городской среды давал Минстрой России. Рейтинг на днях опубликовали на портале Индекс городов РФ. 1114 городов проанализировали по качеству дорог их загруженности, озеленению, оценили количество объектов культурного наследия, доступность спортивных сооружений и так далее. Всего 36 индикаторов. Каждый город мог получить максимум 360 баллов. При этом населенные пункты, набравшие до 180, считаются городами с неблагоприятной городской средой. Свыше 180 – с благоприятной. Чебоксары набрали 205 баллов. Это лучший результат в группе крупных городов Приволжского федерального округа. Эти данные исследования будут использовать для расчета субсидий регионов из федерального бюджета. Правительство России поставило задачу к 2024 году на 30% повысить среднее значение индекса и в два раза сократить число городов с неблагоприятной городской средой. Мы не первый год создаем наилучший индекс городской среды. Благоустраивали дворовые территории, подъездные бути, освещением занимаемся, экологическими вопросами. Одним словом, создаем благоприятную, комфортную городскую среду. Как городских угрозов, так и сельской местности. То, что есть эти позитивные результаты, конечно, я тоже рад и счастлив. И горожане, наверное, рады и счастливы. И, во-вторых, в этом году мы многое сделали, а в следующем, в 2020 году, и еще многое сделаем для того, чтобы было краше, лучше и социальное самочувствие горожан разных городов только улучшалось. Надо отметить, что в разных группах рейтинга на хороших позициях отмечены Канаш, Новочебоксарск, Ядрин и АлатР. Чувашия вместе со всей страной отметила День народного единства. Центральным местом праздника стала площадь республики в Чебоксарах. Праздник учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда Москву освободили от польских интервентов, положив конец мутному времени. Все мы хотим жить в мире и согласии в нашей любимой России, в нашей любимой Чувашии. Все жители Чувашской республики, несмотря на политические взгляды, несмотря на веру и вероисповедание, живут в стабильном обществе. Это дорогого стоило и стоит. Около 130 национальностей мирно живут на 18 тысячах квадратных километров. Это про Чувашию. Даже в семье у нас, мы люди разных национальностей. Есть и татары, и Чуваши, и даже итальянская кровь есть где-то у нас там далеко. Мы все дружим. День народного единства называют одним из самых молодых государственных праздников. Россияне отмечают его всего 14 лет. А вот эта группа первокурсников из Туркмении вообще впервые. Как вам здесь живется на Чувашской земле? Дружно ли? Дружно, да. Как свои принимают. Именно потому, что принимают как своих. Мы и едем сюда учиться. Рассказывают нам студенты из Индии уже в Доме дружбы. Там тоже был праздник. Очень хорошая страна. Есть некоторые отличия от Индии, но нам нравится тут жить. Единственное, что пока пугает теплолюбивый народ в нашей республике – это снег, добавляет их наставник. Чуваши очень хорошо гостеприимные, поэтому они здесь не чувствуют какой-то угрозы, они здесь не чувствуют какой-то барьер, что на улице там опасно, поэтому их родители сюда отправляют. Что сделать, чтобы климат был единственным неудобством для гостей республики? Об этом говорили за круглым столом. Одна из задач – реконструкция Чебоксарского аэропорта. Чтобы терминал действительно соответствовал международным стандартам. Сейчас готовится проектно-сметная документация. Отметил Михаил Игнатьев. Что касается укрепления межэтнических связей, вот одно из предложений участников «Круглого стола». Чтобы татары и чуваши чувствовали себя как дома, друг у друга в гостях, можно назвать улица столиц именами национальных поэтов. У нас все хорошо, но чтобы укрепить нашу единство, нашу дружбу, мы бы хотели, вот в топонингу города Чебоксары была одна улица, именно Габдултукая. В Казани, например, улица Константин Иванова. Вот такое предложение, если можно. Предложение обязательно рассмотрят в обоих регионах. Сморно невозможно. 102 года исполнилась Анастасия Терентьева, уроженка Ядринского района. Глава республики лично поздравил долгожительницу с днем рождения. Свойство второй день рождения Анастасия Михайловна Терентьева отмечает в кругу самых близких. В гостях дети и внуки. За что любишь бабулю? Она меня не ругает. Любит она меня. Палывает. Собрать за одним столом всю семью – сложная задача. Анастасия Михайловна воспитала четверых детей. Подрастают уже и праправнуки. Девять внуков, правнуков шесть, праправнучка одна уже в саде ходят. Уже третье поколение. Одним из секретов долголетия дочь называет трудолюбие матери. Многие годы Анастасия Михайловна работала в колхозе. Во время войны в тылу на лесозаготовках. Одна она нас воспитала. Мы выросли. Но мы учились. Мы учились и работали. Она лекарства не пьет. Врачи не любят. Посты держит. Старается. На церковь ходит. Долгожительницу приехал поздравить и глава региона. С роскошным букетом цветов и подарками. Жизнь ровесницы республики достойна книги и не одной. Глава региона отметил, что это пример для молодежи. Движение – это жизнь. Вот это показатель, пример, как нужно правильно вести свой образ жизни, как нужно правильно жить, правильно питаться, общаться с внуками, внучками, правнучками, правнуками. И показала, как нужно любить просто себя, любить окружающих. И количество долгожителей в республике продолжает увеличиваться, отметил глава региона. Поздравив ветерана с днем рождения, глава региона отправился проинспектировать, как местные власти создают комфортную среду для местных жителей. Излюбленным местом для занятий спортом и прогулок горожан стала набережная Новочебоксарска, благоустроенная в рамках федеральной программы. Недавно здесь установили световой фонтан. Теперь главное – сберечь созданную среду от вандалов. Такое поручение Михаил Игнатьев дал властям муниципалитета. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Вилиев, Республика. Сидеть в отпуске по уходу за ребенком и получить профессию может любая женщина. Было бы желание. В Чувашии продолжает работать программа по дополнительному освоению специальности и повышению квалификации. За годы работы этого проекта сотни женщин республики смогли с успехом трудоустроиться. Олеся Сингильдина стать парикмахером хотела с детства. После обучения эта специальность станет ее профессией. Я с удовольствием получаю это образование. На самом деле это искусство. Это действительно огромное искусство. Индустрия красоты. Индустрия сделать женщину красивой. Ведь каждая в душе об этом мечтает. И когда ты видишь свой результат, результат работы, получаешь действительно огромный восторг. Надежда Афанасьева – мама полутора годовалого малыша. Отпуск по уходу она совмещает с преподаванием в кооперативном институте. На курсы пришла повысить квалификацию в области информационных технологий. Обучение длится один месяц, по три часа в день. И это очень удобный график, отметила она. Получила много знаний по компьютерной графике, по векторной графике, растровой графике. Очень интересно нас преподавали основы дизайна. И как раз сейчас мы составляем сайт, грамотно применив все эти навыки. Курсы по профессиональному обучению, повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, совместная работа центра занятости и учебно-методического центра «Аспект». Обучиться здесь можно самым востребованным на рынке труда профессиям. Повар, швея, бухгалтер, парикмахер, специалист по охране труда. Всего около 20 профессий и специальностей. Нужно отметить, что для женщин и молодых мам это обучение бесплатно. В период обучения выплачивается стипендия. Выделяемые средства регионального бюджета в 2019 году позволяют нам обучить не менее 141 женщины по городу Чебоксары, по республике более 400 человек. Благодаря таким курсам вернуться в профессию или успешно трудоустроиться может любая женщина, даже после продолжительного отпуска по уходу за детьми. Нужно лишь обратиться в центр занятости по месту проживания. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Республика. Другой университет открылся в Чебоксарах. Так называется образовательный проект для молодых людей от 14 до 35 лет. О том, чему будут учить и есть ли в другом университете экзамены Ольга Пырочкина. Учеба в другом университете началась одновременно в ряде городов страны. Это масштабный образовательный проект молодой гвардии. В Чебоксарах студентами стали 60 человек. Они прошли отбор и будут учиться по двум направлениям – медиа и политика. Здесь учат людей общаться, узнают много нового. Если это направление политика, то что из себя представляет политика, какие вопросы он решает. Самое главное для меня в другом университете – это новое общение, новые знакомства и, конечно, прокачаться в сфере медиа. Основной формат учебы – мастер-классы, воркшопы, встречи со спикерами. Первыми стали глава столицы Евгений Кадышев и депутат городского собрания Виктор Горбунов. Здесь каждый может выговаривать свою точку зрения, ту, какую он считает нужной сейчас сказать. Я считаю, что это самая яркая будет, горячая площадка на сегодняшний день, где вся молодежь будет говорить. Это будет шикарная обратная связь. Экзаменов и отчислений в другом университете не будет. В этом отличие из общего. Как и после выпуска из университета традиционного, молодые люди получат возможность трудоустроиться. Мы дадим им возможность пройти стажировку в органах власти Чуварской республики и даже города Москва. Кого-то из ребят, кто выбрал направление медиа, вы, возможно, увидите и на нашем телеканале. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Известные военные, ученые, педагоги, видные деятели науки и искусства. Все это выпускники Шельхозанской школы. На днях старейшему образовательному учреждению республики исполнилось 200 лет. Несмотря на современное здание, эта школа одна из старейших в республике. История ее начинается в 19 веке, а именно в 1819 году, когда школа, как церковно-приходская, была открыта священником Яковом Каменским. За два столетия из стен Шельхозанской школы вышли известные государственные деятели, ученые, военачальники, писатели. Здесь учился и классик Чуварской поэзии Михаил Сеспель. С 1952 года школа носит его имя. Наши выпускники, где бы я вот и не встречал бы, где бы они не работали, они всегда для меня самые добрые и желанные люди. Я горжусь, что действительно я учился в этой прекрасной школе. История школы – суть истории Чувашии. Вместе с республикой педагоги и их подопечные принимали участие в ликвидации безграмотности и коллективизации, укрепляли сельское хозяйство и развивали промышленность. И, конечно, защищали родину на всех фронтах. У нас была правильная мотивация, вспоминают бывшие ученики Шахозанской школы. Ставить перед собой цель детям, поставить с собой цель надо ставить обязательно. И стремиться к этой цели – много читать, много знать. Несмотря на солидный возраст, Шахозанская школа идет в ногу со временем. И сегодня это – ресурсный центр по внедрению инновационных образовательных проектов и реализации республиканских программ. «Земля улыба» – выставка под таким названием открылась в Национальном музее Чебоксар. В экспозиции более 40 уникальных работ молодых художниц. Легенды и предания в декоративных скульптурах – плод творческого тандема Анастасии Зиминой и Екатерины Борзовой. Экспозиция «Земля улыба» – это увлекательное путешествие в таинственный и сказочный мир наших предков. Наш мир состоит из трех миров. Это серебряная, золотая гора и медная, на которой живут свои божества. Чувашская сказка, чувашская культура смогла воплотиться в глине. И не просто в глине. Это не традиционное искусство, это декоративное искусство, которое может быть использовано и как на выставках, и просто как предметы домашнего обихода. Первые творческие работы девушки создавали под руководством своего педагога, художника-ювелира Николая Болтаева. Именно он стал идейным вдохновителем, считают авторы выставки. Чувашская мифология глазами современных художников и скульптуристов раскрывается с неожиданной стороны. То есть новое увидение, новые образы создают современные художники. Но, тем не менее, это должно быть сделано на основе знания глубоких традиций. И чувашской вышивки, чувашской культуры. Эта выставка показывает, культура развивается, вышивка развивается, орнамент начинает использоваться в разных отраслях художественного творчества. Мифология, она одна на все, наверное, времена. И там есть очень многие такие аспекты, которые прописаны, наверное, между строк. И они могут пригодиться в нашей каждодневной жизни сегодня. Богатыри в чувашских сказках и мифах всемогущие и добрые. Они не дают спуску врагам и недоброжелателям. Один из таких героев – любимец автора Иванька. Маленький богатырь, который рожден от союза медведей и девушки чувашской. Был очень неказистым, сильным. Его родители дали ему наставление защищать, помогать и оберегать чувашский народ от злых духов. Экспозиция далека от привычных форм. Тема она интереснее. Новое прочтение известных образов заставляет по-новому взглянуть на нашу историю. Наталья Мальчикова, Борис Андреев, Республика. Бросил вызов стихии и вышел победителем. Спортсмен из Чувашии Сергей Сусметов участвовал в международных соревнованиях по плаванию на открытой воде. О том, как наши триатлонисты держат марку на мировой арене, расскажет моя коллега Наталья Мальчикова. Любовь к экстриму и воля к победе. Спортсмены более чем из ста стран мира бросили вызов водной стихии. Только самым сильным и выносливым удалось достичь финиша. В их числе Сергей Сусметов и его сестра Ольга. Ольга, давай, 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 молодец! Мы приехали с Мальты, где проходили соревнования на открытой воде по плаванию на дистанции 6 километров. И получилось подняться на педестал и занять второе призовое место. Бушующие волны, течение и даже столкновение лоб в лоб с другими участниками. Кэмп на открытой воде довольно интенсивный. Он в корне отличается от плавания в бассейне. Регулярные тренировки, знания техники, плавания на открытой воде помогли Сергею в этом непростом состязании. Регулярно занимается любительским триатлоном. Выступает на длительных плаваниях. Поэтому последнее выступление, завершающее этот сезон, будем так говорить, на Мальте. Он прошел с достоинством. 60 лет работает в качестве тренера в Новочебоксарске. Здесь у нас. И по федерации триатлона Чувашия. Медали – это прежде всего колоссальный труд. Каждая из наград дорога и памятна. Но самая главная медаль Сергея вовсе не золотая. Это самая значительная медаль чемпионата России по триатлону спринта. Этот вид спорта в последние годы активно развивается. Многие ребята с интересом осваивают триатлон. Причем как летний, так и зимний. Очень хороший тренер. Я с ним занимаюсь достаточное количество времени. Он хорошо меня натренировал, чтобы я смог поступать на уровне Республики и России. На достойном уровне. Семь человек ходят в сборную России по триатлону. Мы являемся базовым видом спорта в Чувашии. Сейчас нам грант выделен. Это более 20 миллионов. Например, куплено 14 велосипедов стоимостью каждой по 200 тысяч. Вы представляете, какие серьезные техники спортивные. Плавание, велогонка и легкоатлетический кросс. Троеборье не для слабых духом в любое время года. 16 ноября в Новочебоксарске пройдут соревнования памяти мастера спорта России по триатлону Павла Вязова. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»!